Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня я хочу рассказать, поделиться своими впечатлениями о блистательной американской комедии. Именно такую характеристику я могу дать. Это большая редкость, хочу я вам сразу сказать. Которая называется «Предложение», снятое в 2009 году замечательным американским режиссером Энн Флетчер. Главной роли в данном фильме сыграли блистательная Сандра Буллок и Райан Рейнольдс. Фильм повествует о любви и взаимоотношениях, о каких-то отношениях внутри творческого коллектива между двумя молодыми людьми. Но чтобы вас заинтриговать, давайте я вам скажу такой факт. Чтобы заинтриговать и заинтересовать вас посмотреть этот фильм. Наша начальница, которая сыграла Сандра Буллок, она заставляет своего подчиненного. Она, кстати, очень деспотичная, жесткая начальница, которая держит всех ежовых рукавицах, заставляет его бегать за женскими прокладками в ночное время. Представляете? И после этого, после всего вот этого, картина разворачивается таким образом, режиссер так закручивает сюжетную линию, что наша главная героиня, Сандра Буллок, стоя на коленях, просит у своего подчиненного «Руки и сердца», что называется. Понимаете? То есть она просит его, чтобы он взял ее в жену. И я вам более того скажу, что данный факт, он фиктивный, как вы понимаете. После этого сюжет завернут таким образом, что два молодых наших актера, они действительно друг в друга влюбляются, два героя точнее, влюбляются и в итоге они женятся. Никак не фиктивно, а по-настоящему. Я думаю, этого достаточно вам, чтобы посмотреть этот фильм. Если говорить серьезно, то режиссерский ход такой. Главная наша героиня, вот эта Сандра Буллок, она гражданка Канады, а сама работает в Соединенных Штатах Америки, причем работает на очень хорошей, большой должности, она сделала большую головокружительную карьеру, возглавляет какой-то, ну скажем так, как творческий коллектив или редакцию какого-то журнала, там не совсем понятно по сюжету фильма. И у нее есть постоянный помощник, который ходит с ней, за ней хвостиком такой бегает, вот. И в общем-то она этому, вот именно этому помощнику дает постоянное поручение. Например, одно из них, это сходи за прокладками, или еще напиши бумагу, или останься сегодня на выходных поработать. Вот, он на все на это соглашается. И в таком режиме он работает более трех лет. Вот, потом, значит, происходит такой момент, что, в общем-то, нашей главной героине грозит депортация, так как она гражданка Канады, и там в связи у нее какие-то проблемы, сложности. И в принципе нашему ассистенту, вот этому помощнику, ему тоже невыгодно, чтобы начальница у него поменялась, потому что с этой начальницей у него возможен какой-то карьерный рост, там до редактора, предположим. Если придет другой начальник, другой начальник, другая новая метла, что называется, и ничего нашему главному герою не светит. И поэтому они заключают между собой какую-то договоренность, можно так назвать, о фиктивном браке. Вот. Но потом, в результате каких-то взаимоотношений, в результате каких-то переживаний, в результате, самое главное, знакомства друг с другом, в результате поездки, путешествия по родине нашего главного героя, по Аляске, самому северному штату, Северному штату, вот, они действительно друг друга начинают лучше понимать, лучше чувствовать и влюбляются друг в друга. И после чего вот здесь уже начинается совсем другая история, история переживаний. Режиссер переходит в другую какую-то плоскость, представлять нам и главных героев, и картину, и вот здесь новая сюжетная линия открывается, в общем-то, так нужно будет взяваться. Если очень коротко, фильм легкий, рекомендую его для просмотра всей семьей, в каком-то коллективе, в творческом коллективе, в рабочем коллективе, в любом возрасте, при любой ситуации, обязательно он поднимет вам настроение, вы посмеетесь и поразитесь тому, тем ходам и выдумкам, которые вот были придуманы в этом фильме. Очень рекомендую вам его посмотреть, но по традиции мне надо поставить оценку данного фильма в конце. Ну, если у нас, как всегда, по десятибальной шкале, ну, это твердая девятка, с учетом того, что очень нестандартная ситуация, вы увидите, как наша главная героиня, стоя на коленях, просит руки и сердца в центре Нью-Йорка, по-моему, там события у нас происходят в Нью-Йорке, в центре города просит руки и сердца, и все проходят мимо, в общем-то. Вот такие вот пироги. Так что не забудьте подписаться на канал, оставить ваши комментарии, и до встречи, ждите моих новых репортажей о фильмах. Субтитры создавал DimaTorzok